Привет, меня зовут Эрик Шоков и сегодня я нахожусь в городе Екатеринбург. Я сюда приехал по поводу того, что Донбасс открыл свой компьютерный клуб. И я понял, что это нужно заснять, поэтому прямо сейчас я вас приглашаю на просмотр этого клуба. Скажу по секрету, я специально не заходил внутрь до конца. Если что, я там просто оставил свои вещи, мы начали готовить аппаратуру и все. Мне самого хочется посмотреть, что сделал мой коллега по ютубу, что у него получилось. Поэтому я вас всех приглашаю. Екатеринбург, минус 16, все нормально, снег, холодно, темно. Давайте начинать, погнали. Так, Влад, привет. Привет, Эрик. Влад открыл свой клуб и по сути сегодня техническое открытие первый день. Замечу, еще не открыл. Техническое открытие мы провели одним днем, то есть мы позвали своих друзей, друзей, друзей. В один день мы протестили систему и открытие у нас запланировано на воскресенье. Так, ну я честно, как мы уже говорили, я не хочу заходить дальше. Хочу посмотреть на этот клуб с вами, то есть у меня будет настоящая реакция. Скажу сразу, вот этот холл, вся эта касса, все эти чилл-зоны. Ну и ладно, скажу так. Посмотрите, что находится справа от меня. Это гребаные, лимитированные, по сути, ну они не лимитированные, но в России они лимитированные, PlayStation 5. А их тут сразу две. Три, Эрик. Еще у нас в Sony Relax, ее, ну, она не здесь, она там находится. Это специальная уединенная комната, где ты можешь закрыться на ночь, играть всю ночь, пойти в любую игру. Вот там тоже еще одна. Сколько стоила PlayStation 5, которую сейчас нигде невозможно купить? Вот ты правильно сказал, ее нигде невозможно купить, то есть мы вовремя не успели оформить предзаказ, поэтому нам пришлось находить людей на Авито, и мы выкупали с рук, вот, так вот, за 62 тысячи мы купили, получается, каждую. Я не знаю, клубы, которые сейчас с PlayStation 5 в России, а в Екатеринбурге, понятное дело, ты первый, поэтому красавчик, повезло, наверное, с открытием клуба, если у тебя были бы четвертые PlayStation 5, ты бы обновлял бы до пятой, согласен? Ну, может быть, да. Окей, две постэшки, Киберпанк уже там стоит. Слушай, мне кажется, это классный бизнес, она же проходится очень долго, чел приходит, играет по 3 часа в день, и в течение месяца у тебя играет. Берет на ночь, играет. А там аккаунты можно сохранять именно на том моменте? Слушай, вот, сейчас на PlayStation на компах можно сохранять. У нас на компах тоже есть Киберпанк в премиум-зоне, ты можешь сохраниться, прийти потом играть в этом, ну, на этом же компе, и у тебя сохранится прогрессив. Ну, это удобно будет, если реально будет чел приходить, проходить игру. Ладно, клуб называется «Провода». «Провода». Почему называется именно «Провода»? В общем, это такая история, ну, подписчики моего канала, наверное, выкупили, в чем прикол. Это слово очень тесно связанное с моим каналом. Ну, в одном из роликов я сказал, ответил на реплику школьника «Провода», это, короче, запорсивать. Это мем твоего канала, локальный мем, понял. Ну, давайте начинать экскурсию, я предлагаю выключить свет и, чтобы погрузиться в эту атмосферу. Скажу сразу, Влад, выглядит, блин, такая дверь дорогая. Эрик, ты еще не был там. Не знаю, тут даже дверь как-то выглядит премиально. Вот, а вот дальше, просто зайди, просто зайди. Да, да, это красиво, это красиво. Ох, а это что такое? Это типа фотозона, но на самом деле она сделана по технике безопасности. Там пожарный кран. Я такой никогда не видел. Я такой никогда не видел. Просто тебя окружают компьютеры, тебя окружает весь LED. Атмосферно, правда, атмосферно. Я не знаю, как это передается на камере, но я пока могу сказать, что он впечатляет. Я закроюсь, мне интересно, как это будет слышно. Меня слышно вообще? Отвечает нет. Так, слушайте, это удобно на самом деле, атмосферно. Вот единица, поиграть, пять компьютеров. Если ты спрашиваешь, слышно, не слышно, если вы будете играть против какой-то команды, если обе двери будут закрыты, вообще ничего не слышно. Плюс ты будешь еще в новом, чтобы не играть. Это ты у кого посмотрел идею? Это сами придумали. Это очень круто, правда. Ну, мне дизайнер помог вот это все реализовать, очень крутой. Ну, дизайн проект тоже. Чувак, вот за это сразу респект, потому что это очень круто. В итоге у нас получается здесь 10 компьютеров, и здесь у нас 10 компьютеров с Гудкемпа. Это уже 20, и осталось еще у нас 35 компьютеров. Где же они? Они находятся прямо передо мной, поэтому пойдем смотреть. Вот как это все выглядит. Белые кресла. Кстати говоря, это редко, я наблюдаю в клубах, такой выбор цвета. Но выглядит очень красиво. Акер Рейсинг. А почему именно Акер? Блин, когда мы заказывали кресло, у нас вот только-только начиналась вот эта вся ситуация с пандемией, и я думал, что мы быстро очень откроем в клуб, но, блин, я заказывал это где-то, ну, в конце зимы вот этого года. И очень мало было кресло в наличии, то есть я хотел все дикстрейсер туда поставить, но вот было то, что было. Да, сейчас из-за пандемии заводы стоят, нет ничего нового. Плюс еще эта ситуация с майнерами, с биткоином и так далее. Видеокарт вообще нет. Поэтому получается так, что вы покупали, по сути, на Авито, вы искали долго и порядок и так далее. Мы покупали видеокарты для премиум-зоны, у нас 3080 там стоит. Мы покупали с Авито, находили чуваков, которые продают и собрали 15 одинаковых видеокарт. Вот такой вот у нас получается 2020 год для клубов. Окей, я на самом деле хочу рассмотреть девайсы, только где еще гребаные 5 компьютеров? Ты мне тянешь этот вопрос. Теперь сразу показать или ты посмотришь девайсы? Я посмотрю девайсы, давай вот именно там, где эти 5 компьютеров, я посмотрю девайсы. Погнали. Они отдельно, 4 в одной зоне и 1 отдельно. Окей, а почему 4 PUBG? Да, вот мы называем эту зону склад, то есть там четвером, там PUBG, Fortnite, Payday 2, в любую игру где 4, почти очень удобно. Все, я очень хочу посмотреть, правда, пойдем. Здесь у нас нужно почилить, посмотреть какие-то трансляции, например, ты пришел на турнир, ты ждешь свою игру, посидел, посмотрел, например, стрим с этого же турнира. И вот, здесь комната на четверях. Входи, да, входи. Только там, ну, немного темно, предупреждаю. Я могу выключить цвет, чтобы было лучше видно. Давай. Только не говоришь, что это звукоизоляция? Да. А почему не в стримерской? В стримерской тоже звукоизоляция. Слушай, вот это классно, это правда классно. Так, ну я думаю, что можно начать с обзора девайсов. Как я понимаю, в этом клубе только одни девайсы, и это удобно. Много показывать и рассказывать я не буду. По креслу. Здесь у нас Dixiracer, который у тебя обошелся вот именно в такой партии 20 на тысячу за штуку. Так, где-то 22 на 23 тысячи, нам скидку небольшую сделать. Мышка у нас Logitech G403. Клавиатура G512 Carbon. Наушник у нас G Pro. И Simple их тоже выбирает. Так, монитор 240 Гц. Это у нас в таких зонах, в премках, по сути. А в обычной зоне у нас 44 Гц. И какой монитор тоже? Тоже Zowie, 144 Гц в стандарт. Окей, здесь у нас 25-46. Да, игровой столик. Это очень удобно, хотя и многие хейтеры есть вот таких вот столов. Сложный вопрос. Я вам хочу узнать мнение людей, которые играли на таких столах. Это удобно или нет? Мне это удобно, на самом деле. Я близко нахожусь к монитору и так далее. Но это очень сложный момент. Коврик у нас тоже Logitech. И, понятное дело, хорошо, что он большого размера. Потому что это у многих и есть такая проблема. Так, ну что ж, и по компьютеру. Здесь самое главное стоит 30 гребаных 80. Которая стоит сколько это на штука? 80. 3080 стоит 80 тысяч. Хорошо, можно его включить, посмотреть, как будет в КС и сколько FPS будет в КСБ? Да, да, просто монитор включай и, в принципе, можешь уже залогиниться. А, вот такая вот магия. Хорошо, давайте попробуем. Ну что ж, я захожу в КС. И моя ставка, что будет FPS около 800. Вау, это ваш магазин, да? Да, это в наш магазин. Ты можешь зайти вот здесь, вверху, в раздел, и там все разделено отдельно. Если вы хотите, чтобы вам почесали спинку, жми, и вам помогут. Ну это прикол такой, типа. Отправить. Так, все, сейчас админ придет. Реально? Да нет, ну это прикол, мы уберем. Оставьте это. Хорошо. Ради тебя оставим. У тебя есть даже кальяны? Да, они могут использоваться только в Sony, в любой, кроме стендап. А, то есть здесь можно, закрытые зоны, закрытые зоны, шикарно. Так, тут есть сэндвич и так далее, я заказываю, нажимаю отправить, и ко мне приходит чел и дает. Да, если у тебя деньги на балансе, они списываются, либо если нет денег, он просто приходит в терминал, и ты оплачиваешь. А, я могу пить и кушать здесь. Ты можешь пить, но кушать ты не можешь. Здесь нельзя кушать. Ну потому что есть за компьютером, где-то себя не уважать. Почему я, подожди, ты же что сказал вообще? Ну ты ешь и потом руками, ты можешь потом играть. Да, да. Ну это зависит от того, насколько аккуратно ты ешь. Ну лично я не ем за компьютером. Хорошо, я запомнил. Нет, я за компьютером это самое, чувак, твои ролики смотрят всегда за компьютером и кушают. Прямо сейчас я выставил самую низкую графику, ту графику, с которой я играю. Выставил мое разрешение, и сейчас я посмотрю, сколько будет FPS у меня. А здесь FPS max 0, и внимание, а, 600, 700. Ну это на сервере, где есть боты. А что есть таких ботов? 800 FPS, да, 900 FPS, 700, 800 и так далее. Такие вот у нас дела на 3080. До пандемии средняя стоимость компьютера составляла около 120-150 тысяч рублей. То есть куда кресло входит, монитор и так далее. Вот все от начала до конца. Сколько сейчас, во время пандемии это все стоит? Ну, ты вот говоришь про премиум или стандарт? Премиум. Премиум. Давай начнем с того, что видеокарта стоит 80 тысяч, вот. А все остальное, я думаю, еще тысяч на 100. То есть примерно 180 получается. Окей, я тебя услышал. Как думаешь, почему рейдж-бар не удался? То есть это место, где люди пьют алкоголь и напитки на канале, Донбасс, CSGO. Эрик. Проверки социальных экспериментов. Я не знаю, вот серьезно. Вот сейчас я думаю, и я не знаю, чем я руководствовался вот в тот момент, когда я делал бар. Ну, серьезно, не туда залез. Пожалел об этом, типа, надо было с самого начала клуб делать. Но это хорошо, что я это сделал, это дало какой-то экспириенс, типа, это опыт, это очень хорошо. И вот клуб построен на ошибках тех, которые были уже при строительстве рейдж-бара. То есть клуб, может быть, не получился таким, каким он есть, без баров. Так, ну и остался один компьютер. Где же он? Ну, пойдем. Это вот чисто зона на одного человека. В ней ты можешь хоть что делать. Хоть провести всю ночь, например, весь день играя в компьютерные игры. Либо стримить. Это, ну, мы называем ее стримерская или соу. Короче, вот она прямо перед тобой. Заходи. Так, ну что ж. Ой-ой-ой, какая она интересная. Сразу вижу звукоизоляцию. Вижу HyperXQ откаст. Вижу вебку, которую вы даже еще не распаковали. С-922. 1080 30 фпс. Компьютер 3080. И монитор 240. Чувак, это мечта. Слушай, очень-очень-очень хорошая идея. Если не будет слышно никого в клубе, то это просто легендарочка. Просто легендарочка. Так, и сразу же после стримборской у нас идет умывальники. И это выглядит дорого, честно. Это бетон. Вот здесь залит бетон. Короче, ну, сам знает, что можно между катками руки помыть. И вот здесь большой умывальник. Самое хорошее решение. Слушай, и мыло в стиле бетона. Это выглядит почему-то дорого. Это как мрамор, только бетон. Тебе 22 года. Твоему коллеге-напарнику 21. Да. И вы слишком молоды и на вид, и по возрасту. Как реагируют поставщики, ваши партнеры на ваш возраст? Вы воспринимаете ли вас серьезно? Ну, смотри. Самое смешное было, как реагировали на нас те люди, у которых мы брали вот это помещение. То есть, к ним приходит вот такой молодой парень. Ну, они сомневаются в наших амбициях. То есть, сомневались, нужно ли сдавать мне в аренду. Вот. А вообще, наша команда состоит из трех человек. То есть, Иван, директор. Я и мой отец. Вот. Мой отец помог тут абсолютно во всем. То есть, все, что вы сейчас видите, это вот его заслуги. То есть, по визуалу, по вот этой реализации, это все он помогал. То есть, электрика строительства. Вот. На начальном этапе вот он прям помогал. А Иван помогал со всяким оборудованием. То есть, находил поставщиков. Вот. А я бездельничал. Ну, а сейчас у меня включается вдуть. Сколько ты потратил на этот клуб? Давай честно зафиксируем и потом вспомнишь. Давай, скажем так, что, ну, вместо вот этого клуба я мог купить 400 акций NVIDIA. Вот. И мог не заниматься этим бизнесом. Я мог стать частью бизнеса NVIDIA, получать доход с акций. Но я решил вот заняться именно этим. И вот у меня в планах именно вот развить сеть клубов. Очень сильно вот хочется это сделать. Я сейчас смотрю, сколько стоит акция NVIDIA. И она стоит, внимание, цифру. Она начинается на пятерку. Вот это вся моя подсказка. Это достаточно много. Это для клубов много. Да. Я согласен. Я потратил много, но это того стоило. Так, и у нас еще две комнаты остается. Одна. Это техническое помещение. А можно посмотреть? Заходи, если интересно. А, это... Это... А, ладно. Нет. Ладно, не надо. Последняя комната, игровая. И это у нас... Это какое-то... Это какая-то кальяная. Тут у нас сейчас огромный телевизор. Сколько он, Дима? 65, так же. А, да, 65. На всю стену. Это круто. Короче, тут, по сути, есть все, что можно сделать. Поиграть в пассажку есть с друзьями там. В соло поиграть здесь можно пассажку. Поиграть с друзьями в воткемп. Тоже есть сквад в парке есть. Очень прикольный тем, что вот можно на ночь ее брать, сидеть, проходить игру. Ну, тот же Киберпанк. Вот, наверное. Ну, по сути, я посмотрел все в этом клубе. И у меня есть вертикт. На самом деле, я таких результатов от Донбасса не ожидал. Сделать клуб такого размера, с таким уровнем в первый раз, это очень сложно. И мне кажется, у него это получилось. Меня часто спрашивают, в каком клубе поиграть с друзьями и так далее. И после просмотра нескольких клубов в Европе, большое количество в Москве, в России и так далее, у меня случился такой момент. Я могу посоветовать только два клуба. Первый клуб – это Москва. Это Place, самый дорогой в России. Ну, тут по факту. Там все очень на уровне и так далее. Ну, и наконец-то у меня появился второй клуб, который я могу посоветовать. Это клуб Донбасса. Это по факту. Спасибо. Очень хорошо. И я могу гарантировать, что если вы сюда придете, вам это понравится. Такие вы дела. То есть я такого, правда, не ожидал. Я думал, что это будет такой, знаешь, средняк, как у всех. Просто компьютеры поставят и так далее. Но здесь ты реально поработал. Я уверен, что ты потратил больше, чем нужно. Ну, я на самом деле так и думал, что столько потратил. Не, ну в плане, чтобы сделать клуб, нужно в три раза меньше денег. Ты потратил в три раза больше. По факту. Просто потому, что ты это хотел сделать на вышке. То есть и ценники, кстати, они не самые большие. Поэтому, ребят, кто из ЭКБ? Я вам всем советую поиграть. Ссылку я оставлю. Это не реклама, если что я просто его поддерживаю как коллегу, потому что он постарался для чела, который мой ровесник, для того чела, который снимает ту же игру. Это большое-большое достижение. Ну и я могу сказать вам спасибо за просмотр этого ролика. Ожидайте новые ролики по клубам. И следующий, я надеюсь, я надеюсь, будет в Украине, потому что Дзевс открыл свой клуб. Я до сих пор и там не был. Я нарушаю правила быстрых обзоров. Ну что ж, всем пока. С тобой был я, Эрик Шоков. И ожидайте новые ролики. И не забудьте подписаться на этот канал. Спокойной ночи.